7 класс, 25 серия. Приведение дробей к общему знаменателю. Первая дробь и вторая дробь. Рассматривая знаменатели данных дробей, находим общий знаменатель. Общим знаменателем будет 6а квадрат b в кубе. После того, как найден общий знаменатель, надо определить дополнительные множители. Дополнительный множитель у первой дроби. То есть это то число, на которое надо умножить числитель и знаменатель, так, чтобы общий знаменатель получился 6а квадрат b в кубе. Итак, 2b квадрат – это дополнительный множитель первой дроби, 2b квадрат, а дополнительный множитель второй дроби равен а. Теперь осталось домножить числитель на дополнительный множитель и знаменатель на дополнительный множитель получится общий знаменатель 6а квадрат b в кубе. И вторая дробь тоже надо домножить дополнительный множитель на числитель и на знаменатель. Дроби приведены к общему знаменателю. Еще один пример. Давайте рассмотрим. Первая дробь – числитель 2А, знаменатель 5М в кубе В квадрат. И вторая дробь – числитель 4А квадрат, знаменатель 3МВ в кубе. Рассматривая знаменатели, мы находим общий знаменатель. Значит, общим знаменателем будет 15М в кубе и В в кубе. Теперь осталось найти дополнительные множители. Как найти дополнительный множитель? Можно общий знаменатель разделить на знаменатель данной дроби. И получится как раз дополнительный множитель. Здесь дополнительный множитель 3В. И дополнительный множитель у второй дроби равен 5М в квадрат. А теперь осталось домножить и числитель, и знаменатель каждой дроби на дополнительный множитель. И получается, первая дробь вот такой вид принимает. 6АВ – числитель, общий знаменатель 15М в кубе и В в кубе. А вторая дробь – числитель 20А квадрат, М квадрат и общий знаменатель 15М в кубе и В в кубе. Первая задача. Приведите к общему знаменателю дроби. Общим знаменателем будет 20 умножить на N-M в кубе. Теперь осталось определить дополнительные множители. Дополнительный множитель у первой дроби равен 4 умножить на N-M. А дополнительный множитель у второй дроби равен 5. И теперь осталось записать. Первая дробь принимает вид 8 умножить на N-M, это числитель, и общий знаменатель 20 умножить на N-M в кубе. И вторая дробь – числитель 15, общий знаменатель 20 умножить на N-M в кубе. Вторая задача. Приведите к общему знаменателю дроби. Надо воспользоваться формулой разности квадратов и представить знаменатель первой дроби как A-2 умножается на A-2. Это знаменатель первой дроби. Вторая дробь в знаменателе – формула сокращенного умножения. Это квадрат разности. Можно записать следующим образом. А-2 в квадрате по формуле. Теперь осталось найти общий знаменатель. Значит, общий знаменатель будет А-2 в квадрате умножить на А плюс 2. Дополнительный множитель у первой дроби – А-2, а у второй дроби – А плюс 2. Если домножить числители и знаменатели на дополнительные множители, то получится как раз дроби, приведенные к общему знаменателю. Итак, общий знаменатель А-2 в квадрате умножить на А плюс 2. Третья задача – решите уравнение. Давайте приведем к общему знаменателю. Общий знаменатель будет 6. Дополнительный множитель у первой дроби – 3, у второй дроби – 2, а здесь дополнительный множитель – 1. Так, теперь, после того, как дроби приведены к общему знаменателю, знаменатель можно отбросить. И рассматриваем равенство числителей. Слева от знака равенства домножаем на 3 и раскрываем по формуле квадрат разности. Получается 3х квадрат минус 6х плюс 3. Так, дальше нужно домножить на 2. И вот здесь минус стоит перед дробью. Получается минус 2х квадрат плюс 2. А здесь можно по формуле разность квадратов записать х квадрат минус 1. 3х квадрат минус 2х квадрат. И если х квадрат перенести справа налево, то же получится минус х квадрат. То есть вот эти слагаемые в сумме дают 0. Они взаимно уничтожаются. Значит, остается минус 6х равняется минус 6. х равен 1. Так, корень уравнения х равен 1. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok